Но она же хиджаб носит, намаз читает, иншалла прокатит. Оно не прокатит, это лотерея, ты хотел халявы. А дети родятся, там у вас что прокатит. Даже если Аллах даст тебе праведную жену, ты с ней счастлив не будешь. Она будет казаться тебе скучной, пресной, потому что тебе нужны нервотрепки. Люди думают, что человек в ислам пришел, да? Все, он автоматически каким-то другим становится. Вот эта иллюзия привела к потере нервов, денег, времени и вообще разочарования в людях, наверное, больше, чем что-либо иное. Ну потому что в исламе, как бы, да, просто люди. Просто люди, которые осознали и смирились с тем, что у этого мира есть Бог, и только он достоин поклонения. Есть основные обряды поклонения, которые вот Бог велит соблюдать. И люди выучили правила этих обрядов и регулярно их соблюдают. Но внутренне они остаются теми же, как и были до ислама. Если человек родился в исламе, это тоже не гарантия. Его могла сформировать среда, ведь далеко не исламская. То, что человек родился у соблюдающих родителей, да, Субхан Аллах, это не гарантия. Это вообще не показатель того, что он обязательно будет праведным человеком. Здесь все надо смотреть по поступкам. Там, где человеку легко соблюдать ислам, его соблюдение будет, конечно же, блестящим. Но это не показатель, скажем так, большой праведности. Потому что Аллах в Коране вот как говорит насчет имущества? Ваша вера не станет совершенной, пока вы не будете расходовать из того, что вам дорого. То есть вот этого аята уже достаточно. То есть то, что дорого, если ты отдаешь, вот это истинный показатель веры. А если ты отдаешь то, что, ну типа все равно выкидывать, да, или там такая мелочь, которую ну прям вот не жалко, то, ну это не жертва Субхан Аллах. По форме, да, это милостыня, но жертва-то в чем? То есть что ты переборол, когда ты вот это делал? Ничего. Ну а в чем тогда твой подвиг-то? Нет большого подвига в том, что ты отдал то, что тебе не нужно. Здесь тоже, да, если человек делает то, что ему легко дается, это, ну это хорошо, как бы, да, Всевышний нам всем облегчил в каких-то сферах соблюдение чего-то, да, но это не показатель большой праведности. Поэтому что мужчины, что женщины, они, придя в ислам, они в любом случае, они в себе несут тот багаж и тот комплект качеств, которые они приобрели вот за всю предыдущую жизнь до принятия ислама. И, ну, не может волшебным образом весь этот багаж испариться, просто потому, что человек засвидетельствовал, да, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад, саллаллаху алейхиусалим, его посланник. Это только начало пути, ты просто встал на первую ступеньку. Ну это же целый путь, это же целый субханалла, целое восхождение субханалла на эти вершины духовно-нравственного совершенства, да, в том смысле и виде, в котором это возможно вот в рамках человеческой жизни, да. Понятно, что только Аллах совершенен. И как бы здесь, ну, не надо иллюзий каких-то питать. Если у тебя есть вариант выйти замуж или жениться там вот на мусульманке, да, ну, ты, если смотришь на ее обряды, как она соблюдает обряды, она может тахаджу читать, может тахаджу читать, но это абсолютно может идти вот в параллель с ее проблемностью, как женщины, как спутницы жизни потенциальной. Вполне легко это может быть. Она может читать намазы, очень много там через каждое слово там, аль-хамду лиллях, ма-ша-аллах, это вполне может быть, но оно абсолютно не мешает ей быть проблемной женщиной. Это субханалла, вот чтобы понять, да, это нужно вот просто снять все вот розовые очки, чтобы ты больше не путал личностные качества, да, просто с соблюдением обрядов, субханалла. Понятно, что Аллах в Коране говорит, что поистине намаз удерживает от распутствия и мерзости, но субханалла, почему некоторых не удерживает? Многих. Ну, потому что субханалла, значит, не про всякий намаз Аллах говорит в Коране, а только про тот намаз, который совершен правильно, то есть смирение, осознание, что ты говоришь, страх, надежда. Это же все и есть намаз в целом. А когда человек читает намаз только по форме, ну, поверхностно, то есть да, это намаз, и аль-хамду лилля, то есть в судный день в его там контрольном листе будет стоять галочка, что он прочитал намаз. Но это как ученик на последней парте, который там в Тетрис сидит, играет под партой, да, и на перекличке там учительница спрашивает, там в журнале отмечает там явку, там Иванов, он там, я здесь, здесь же здесь. Ну, она ставит как бы отметку, что он здесь, да, но при этом он урок-то весь прослушал, потому что ему не до урока он там играет. Соответственно, формально он присутствовал, а по факту нет. Здесь тоже вот в намазе формально присутствует женщина или мужчина, а по факту в мыслях вообще летает, не пойми где. И, соответственно, у них и поведение такое же. А чего удивляться-то? Если вы читаете намаз без какого-то погружения в этот процесс вообще, да, без осознания, осмысления того, что вы произносите вообще, то как вы хотите, чтобы этот обряд влиял на вашу душу? Он будет влиять при должном подходе, но этого подхода нет в вашем поклонении. И поэтому вы делаете намаз и в то же время поступаете очень непорядочно, допустим, там, ну вот, если говорить о семье с женой, да, ничего удивительного нет в этом. И если вот так вот разбирать, то да, получается, очень мало тех, с кем можно вот действительно счастливую жизнь построить. Но это почему происходит-то? Неужели потому что нет такой возможности, да, что вот, ну вот, что делать теперь? Мы вот, придя в ислам, что имеем, то имеем, да. Ну вот, что выросло, то выросло. Вот такие мы вот пришли в ислам, так скажем, это неправильно воспитанные люди, да, такими мы вот и останемся. Не, это все дело выбора. Если ты не меняешься, то это только потому, что ты не хочешь меняться. Не надо себя обманывать. У каждого есть возможность поработать над собой. И работать над собой надо, ну, до никак, а не во времени Восубханова. Ну, потому что никак это не какая-то вот тренировочная, да, вот область, в которой вы друг на друге оттачиваете свое мастерство там жизни, да. Неужели не лучше, чем страдать в браке, да, просто вот постараться, ну, как-то свой моральный облик до никака, да, привести, ну, в какую-то приличную форму. Ну, то есть, ну, просто элементарно, да, чтобы жену уважал, нормально к ней относился, чтобы мужа жена уважала, нормально к нему относилась, да, чтобы подчинялась беспрекословно там, а не с нежеланием. Это же все для себя делается. Да, Аллах повелел его повеление исполнять, чтобы мы в будущей жизни преуспели, но в итоге-то, когда человек это все соблюдает, это же ему и возвращается благом здесь уже, в этом мире. Поэтому, если человек не хочет сам себя воспитывать, то это только во вред себе он делает. И ему кажется, что это, ну, такая халява. Сейчас я буду просто соблюдать обряды, при этом оставаясь совершенно таким же, как я был до ислама, да, личностно, и найду, допустим, жену себе, которая тоже соблюдает обряды, а то, что она не будет нормально тебе подчиняться, тебя уважать, ну, я об этом не буду думать, а то слишком радужную картину испорчу. Но ты же в итоге все равно с этим столкнешься. Поэтому, если есть желание построить счастливый брак, то надо не надеяться на авось. Типа, ну, она же мусульманка, иншалла прокатит. Ну, она же хиджаб носит, намаз читает. Он же постится, он же там на таравихе ходит, иншалла прокатит. Оно не прокатит, это лотерея Субханала. Это просто рулетка. Может прокатит, а может не прокатит. А дети родятся, там у вас что прокатит. Это уже Ctrl-Z не нажмешь, это действие уже не отменить. Субханала. Зачем? Зачем так жить? Можно же воспитать себя на основе ислама, по-настоящему, так, что в семье уже все будет гладко. И найти, соответственно, такую же женщину или мужчину такого же. Если кто хочет терпеть, то, в принципе, для этого ничего не нужно. Просто берешь и женишься. Может повезет, и у тебя не будет проблем. А может и не повезет. Но ты в любом случае будешь ответственен за то, если не повезет. Потому что ты понадеялся на случай. Ты хотел халявы. Ты хотел, не прокачав свой нрав, получить праведную жену. Но тут ловушка, Субханала. Даже если Аллах даст тебе праведную жену, ты с ней счастлив не будешь. Она будет казаться тебе скучной, пресной. Потому что тебе нужны нервотрепки. Ты в них нуждаешься. У тебя такая установка. А если ты женишься на той, на которой хочешь, где будет страсть, там вот это все, да? Но, Субханала, тогда спокойствия не жди. Тогда просто уже прими, ну как за норму, то, что у тебя будут нервотрепки регулярные. У тебя будут, ну, примирения тоже будут, конечно, да. Но такая вот череда. Но люди привыкли считать, что это и есть нормальная жизнь. А как она может быть нормальной, если Аллах сказал, что успокоение должно быть в браке? Если успокоение, оно должно быть, получается, ну, как-то все это протекать должно гладко. Когда там просто таких скандалов или, да, криков доходит, это ненормально. Это уже признак того, что неправильно был сделан выбор при подборе спутника или спутницы жизни. Давайте все дружно поставим лайк этому видео. Каждый пусть напишет комментарий, что он думает. Подпишется на канал. Сейчас на экране плейлист, в котором вы можете увидеть все ролики, в которых я сам себя записывал. И ждите новое видео.